Госавтоинспекторы нередко напоминают родителям за рулем о том, как правильно перевозить детей в машине. Но сколько раз твердили миру, а нарушители правил перевозки юных пассажиров до сих пор встречаются нередко. Их объяснение своего поведения сотрудники ГИБДД уже выучили наизусть. Как правило, водители объясняют нарушение в связи с тем, что цель поездки, дальность поездки, вернее, не так далеко. Все это близко находится, что они опытные водители. И что уверены в себе, что с ними ничего не случится. Ребенок не помещается в кресле. Еще одна популярная отговорка. В таком случае в помощь родителям акселерата младше 12 лет, адаптер ремня безопасности, поясняют инспекторы. Помимо детского кресла есть специальные удерживающие устройства на ремни, которые разработаны именно для детей. То есть при возникновении какой-нибудь ситуации опасной на дороге, резком торможении или ДТП, не дай бог. Когда ребенок пристегнут так, таким методом ремня безопасности, смотрите, ремень просто ребенку повредит. Рейды, на которые регулярно выходят инспекторы 10-го батальона, называются профилактическими. Значит, их цель не наказать, а еще раз объяснить, почему детское кресло в машине – жизненная необходимость. Замечательно, что ребенок у вас в детском кресле с специальным удерживающим устройством, да? Как приучить ребенка спокойно сидеть в удерживающем устройстве – задача родителей, говорят инспекторы. Универсальной методики нет, нужен индивидуальный подход. Родители должны с детства приучать ребенка, чтобы он сидел в детском специальном удерживающем устройстве. Но если такое происходит, то нужно остановиться, объяснить ребенку, поговорить с ним, успокоить. После чего садить его в детское удерживающее устройство и продолжат движение. В ходе только одного рейда инспекторы ГИБДД составили пять материалов в отношении водителей, которые нарушили правила перевозки своих детей. За данное нарушение, статью 12.23.3 Кодекса административного правонарушения предусмотрен административный штраф в виде 3000 рублей. Сейчас мы вам составим постановление, выпишем штраф. Если данный штраф вы оплатите в течение 20 дней по новому законодательству, уже вы можете избежать наказания в 3000 рублей. Штраф будет 50% 1500 рублей. А между тем, российские законодатели задумались о том, чтобы изменить правила перевозки юных пассажиров. Изменения должны обрадовать родители, дети которых в креслах не помещаются. Если предложенные поправки будут приняты, использование удерживающего устройства будет зависеть не от возраста ребенка, а от его веса и роста.